Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Супруги долго выбирали суррогатную мать, но после рождения детей даже не стали смотреть на них. Михаил и Оксана были обычной семейной парой, и как большинство супругов они мечтали о детях, но, к сожалению, мужу и жене никак не удавалось самостоятельно исполнить свое желание. Как известно, влюбленные, которые хотят стать родителями, способны преодолеть любые препятствия, и супруги обратились за помощью к медикам. Михаил и Оксана долго искали хорошую клинику, чтобы сделать процедуру ЭКО. Потом стали выбирать суррогатную мать для малыша. После долгих поисков супругам удалось найти хорошую женщину, которая помогла осуществить их заветную мечту. Доктор рассказал Михаилу и Оксане, что суррогатная мама ожидает двойню, роды оказались трудными. Женщина больше переживала за детей, чем за себя. Но, к счастью, все закончилось благополучно, и на свет появились две красивые и здоровые девочки. Однако биологические родители на них даже не посмотрели, а врачи так и не смогли дозвониться до супругов. Через день в клинику пришел Михаил. Мужчина, даже не заглянув в палату, не посмотрел на малыша. Он сразу отправился в кабинет главного врача. Через несколько минут Михаил ушел. Больше мужчину в клинике не видели. Оказалось, что супруги расстались. Михаил и Оксана поссорились и решили развестись. Мужа и жену не остановило наличие общих детей. Эту новость рассказали суррогатной маме девочек. Михаил и Оксана еще не оформили необходимые документы, поэтому они не могли считаться родителями двойняшек. Суррогатная мама внимательно выслушала врачей и долго сидела в палате, молчаливая и задумчивая. Как только дети появились на свет, женщина уже полюбила их. Через пять дней после родов муж суррогатной мамы забрал супругу из клиники вместе с двойняшками. Новоиспеченные родители знали, что генетически это не их дети, но супруги все равно любили девочек и были очень рады, что смогли забрать малышек. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.